Всем привет! С вами снова канал Техноарена. Мы знакомим вас с новинками смартфонов. Сегодня предлагаю вам сравнить два смартфона фирмы Samsung. Речь пойдет о моделях Galaxy A30s и Galaxy M11. Давайте сравним эти замечательные смартфоны, найдем сходства и отличия. Под видео я, как обычно, оставлю для вас ссылки на магазины, где вы сможете найти лучшие цены на эти устройства. Подписывайтесь на наш канал Техноарена, если вы не сделали этого раньше, так вы будете в курсе новинок в индустрии смартфонов и не пропустите новые интересные обзоры. Нажимайте на колокольчик, ставьте лайк, делитесь своим мнением в комментариях под видео. Итак, начнем! Galaxy M11. Спереди покрыт ударопрочным стеклом. Тонкая рамка с закругленными краями и спинка корпуса выполнены из пластика. Есть три цветовых решения – черный, бирюзовый, фиолетовый. Корпус Galaxy A30s. Спереди выполнены стекла, рамки и спинка пластиковые. Телефон выделяется эффектным голографическим переливающимся рисунком корпуса. Есть три варианта цвета корпуса – черный, белый или фиолетовый. Смартфоны отличаются размерами. Корпус A30s меньше и толще. Длина составляет 158,5 мм, ширина 74,7 мм и толщина 7,8 мм. Вес 169 грамм. Galaxy M11 больше. Его длина 161,4 мм, ширина 76,3 мм, толщина 9 мм. Фронтальная камера A30s помещена в каплевидный вырез вверху экрана посередине. Над ней расположена решетка динамика. Фронтальная камера M11 вмонтирована в экран и расположена в верхнем левом углу. Над экраном также есть решетка динамика. У A30s толовая камера составлена из трех объективов. Вертикальный блок с камерами расположен в верхнем левом углу с обратной стороны корпуса. Под ним находится светодиодная вспышка. Ниже блока посередине корпуса расположена горизонтальная надпись Samsung. Толовая камера M11 также состоит из трех объективов. Она помещена в вертикальный блок, расположенный в верхнем левом углу с обратной стороны экрана. Светодиодная вспышка расположена справа от вертикального блока камер. Чуть выше нижней грани спинки смартфона есть горизонтальная надпись Samsung. У обоих смартфонов есть сканер отпечатка пальца. У M11 он расположен на задней панели. Также у смартфона есть датчик распознавания лица, акселерометр, датчик освещенности, датчик присутствия. У A30s сканер отпечатка пальца расположен на экране. Из двух датчиков присутствует датчик распознавания лица, акселерометр, гироскопический датчик, геомагнитный датчик, датчик хола, датчик освещенности, датчик присутствия. У смартфона есть NFC-модуль. Функциональные клавиши смартфонов расположены идентично. На правом ребре помещена клавиша громкости и кнопка питания. На левом ребре полноценный слот для двух сим-карт и карты памяти. На нижнем торце смартфонов есть аудиовыход для наушников 3,5 мм, разъем для зарядного устройства Type-C, микрофон и динамик. В верхнем торце находится второй микрофон для шумоподавления. Конфигурации памяти у Galaxy M11 3 или 4 гигабайта оперативной и 32 или 64 гигабайта постоянной памяти. У A30s 3 и 4 гигабайта оперативной и 32, 64, 128 гигабайт постоянной памяти. У обоих смартфонов большой емкостный сенсорный экран с закругленными краями. У A30s тип экрана Super AMOLED с диагональю размером 6,4 дюйма, разрешением 720 на 1560 пикселей, соотношением сторон 19,5 к 9, показателем PPI 268. У модели M11 тип экрана PLS TFT, диагональ такая же, как и у конкурента, 6,4 дюйма, разрешение 720 на 1560 пикселей, соотношение сторон 19,5 к 9, показателем PPI 268. Яркость экрана настраивается автоматически, цветопередачу можно изменить, предусмотрен ночной режим. Смартфоны оснащены фильтром синего цвета для защиты глаз от чрезмерного напряжения. Оба смартфоны делают просмотр видео максимально комфортным. Подойдут они и для прохождения не перегруженных сложной графикой игр, проведения видеотрансляций. Galaxy A30s работает на Android 9.0 с возможностью обновления до Android 10, с оболочкой One UI 2.0. Galaxy M11 функционирует на Android 10, с оболочкой One UI 2.0. Действуют все привычные режимы. Ночной для комфортной работы в темное время суток фильтр синего. Можно настроить яркость экрана, включить режим энергосбережения. Тыловая камера A30s состоит из трех объективов. Есть главный модуль, построенный на сенсоре с разрешением в 25 мегапикселей, светосилой 1,7. Широкоугольный объектив 8 мегапикселей, светосилой 2,2. Датчиком глубины для портретного режима 5 мегапикселей, светосилой 2,2. Камера снимает хорошие детализированные снимки. Фотографии получаются яркими и четкими днем и ночью. Вместе со сверхширокоугольной камерой можно снимать пейзажи и панорамы. Камера с датчиком глубины позволяет делать портреты с эффектом размытия заднего фона. Эту функцию можно настроить как до, так и после съемки. Действует режим живой фокус, снижающий уровень шумов на фотографиях. У M11 столовая камера также состоит из трех объективов. Разрешение главной камеры этого смартфона меньше по сравнению с разрешением главной камеры А30С и составляет 13 мегапикселей со светосилой 1,8. Другие два объектива это широкоугольный объектив 5 мегапикселей со светосилой 2,2 и датчик глубины с разрешением 2 мегапикселя и светосилой 2,4. Разрешение записи видео обоих смартфонов Full HD 1920 на 1080 пикселей. Для 30 кадров в секунду у А30С возможно запись замедленной съемки 120 кадров в секунду с HD разрешением. Разрешение фронтальной камеры А30С 16 мегапикселей со светосилой 2,0. Камера делает четкие снимки с естественной передачей цветов. Мягкое размытие фона в режиме селфи фокус выделяет объект изображения. Что касается селфи камеры Galaxy M11, то ее разрешение составляет 8 мегапикселей со светосилой 2,0. Изображение четкое, точное, цветопередача естественная. Производительность смартфона А30С поддерживает 14-нанометровый восьмиядерный процессор Exynos 7904. Этот чип содержит два ядра Cortex-A73 с частотой до 1,8 ГГц и шесть ядер Cortex-A53 с частотой до 1,6 ГГц. Графическая подсистема включает ускоритель Mali-G71 MP2. Производительность смартфона максимизирована с помощью программы GameBoost. Она помогает избежать искажений при прохождении игр, имеет удобное меню. Кроме того, программа обеспечивает плавность графики и естественное перемещение объектов в игровом сюжете, оптимизирует расход заряда батареи, температуру процессора и работу памяти. За производительность у M11 отвечает 14-нанометровый процессор Snapdragon 450. За графику отвечает Adreno 506. Конфигурации памяти у Galaxy M11 3 или 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ постоянной памяти. У A30s 3 и 4 ГБ оперативной и 32, 64 и 128 ГБ постоянной памяти. Оба смартфона поддерживают необходимые стандарты связи. A30s поддерживает 2,4 ГГц плюс 5 ГГц, Bluetooth версии 5.0. Для передачи данных M11 поддерживает 2,4 ГГц, Bluetooth 4.2. Оба используют GPS. У Galaxy A30s есть NFC-модуль. Емкость аккумулятора A30s составляет 4000 мАч. Есть быстрая зарядка на 15 Вт. Телефон способен работать долго без подзарядки. Емкость аккумулятора M11 5000 мАч. Также есть быстрая зарядка на 15 Вт. Я проанализировал отзывы на эти смартфоны и поделюсь с вами мнением владельцев. Начнем с отрицательных отзывов. Отрицательные. Galaxy A30s. Скользкий корпус. Не всегда быстро срабатывает сканер отпечатка пальца. Нет ИК-датчика. Galaxy M11. Качество съемки не такое, как заявлено. Крупный корпус. Положительные. Galaxy A30s. Интересный современный дизайн корпуса. Большой яркий экран. Хорошие камеры. Четкие фотографии с высокой степенью детализации. Мощный аккумулятор. Хорошая производительность. Galaxy M11. Большой яркий дисплей. Есть функция быстрой зарядки. Сканер отпечатка пальца быстро срабатывает. Хорошая производительность. Мощный аккумулятор. Итак, сегодня я познакомил вас с обзором сравнением двух смартфонов Samsung A30s и Galaxy M11. Оба устройства выглядят достойно. Дизайн современный, оригинальный. Есть большой яркий экран с диагональю 6,4 дюйма. Имеется три варианта цвета корпуса. Тыловая камера обоих смартфонов состоит из трех объективов и помещена в левый верхний угол спинки. У A30s камера более мощная, чем у M11. У обоих телефонов есть светодиодная вспышка. Фронтальная камера у A30s расположена в каплевидном вырезе вверху посередине экрана телефона. Селфи-камера M11 находится в верхнем левом углу экрана. Ее мощность значительно меньше, чем у конкурента. За производительность у смартфона A30s отвечает процессор Exynos 7904. За графику – ускоритель Mali-G71 MP2. За производительность M11 отвечает процессор Snapdragon 450 с графическим ускорителем Adreno 506. Обе модели оснащены мощной батареей и способны работать продолжительное время без подзарядки. У A30s емкость аккумулятора составляет 4000 мАч. У M11 она выше 5000 мАч. Оба смартфона оснащены функцией быстрой зарядки на 15 Вт. В заключении могу сказать, что смартфоны действительно очень достойные. А какой из них понравился вам больше всего? Поделитесь своим мнением в комментариях. Расскажите, что вы думаете об этих моделях. Под видео я оставил для вас ссылки на магазины, где вы сможете узнать лучшие цены на эти устройства. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, так вы будете в курсе новинок смартфонов. Увидимся на канале. Всем пока!